Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот эта наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня, через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальный крест лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот эта наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и всем приятного просмотра. Не забываем поставить лайк. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon и добро пожаловать в нашу новую серию в нашем замечательном сезоне Pixelmon. А что мы будем делать в этой серии? Ребята, до конца сезона осталось буквально 5 серий. А если точно посчитать, то точно 5 серий, потому что это 121 серия, а на 125 у нас уже заканчивается сезон. Ребята, если вы хотите, чтобы новая серия вышла еще быстрее, то не забываем поставить под этой серией лайк, потому что я увижу, что вам понравилось видео. Это отдельная для меня мотивация и мы быстрее закончим наш сезон. И это, ребята, зависит только от вас. Что мы сейчас будем делать? Как мы почитали в предыдущей серии, нам нужно прокачать ровно 8 покемонов. Ну, Райкваза, это как бы ее не нужно и так и так будет качать. Так, сейчас 6 и сразу 4, 10. Райквазу не нужно будет качать, но мы ее, если честно, вряд ли вообще и найдем когда-то. Поэтому мы, наверное, в последней серии просто-напросто возьмем и ее себе выдадим. Многие подписчики мне говорили, чтобы я вот так сделал. И, ребята, наверное, оно вот так и будет. Потому что, ну, вы знаете, что Райкваза еще та скотина и то, что она заспанется. Там, наверное, шанс меньше, чем... Не знаю, чем у какого-то Шайни Мью в джунглях заспанется. Мне кажется, наверное, оно так и есть. Ну, давайте еще тут постоим, пока уже полностью не станет темно. И пойдем прокачивать наших покемонов. Плюс тому, наше яичко уже практически вылупилось. То есть, скоро на свет появится Клафа. И это будет очень круто. Ну, что, ребята, ждете лето? Осталось тут приблизительно. Да как приблизительно? Если сегодня пятница, суббота, воскресенье, в понедельник. Уже лето, ребята. Это очень круто. Все, наверное, его ждут. И не забываем то, что первого числа у нас выходит новый сезон. И знаете что, ребята? Мне бы, если честно, очень хотелось, чтобы вы мне помогли с выбором модов. То есть, это как будет будто кулинарный сезон, да? То есть, мы там будем готовить, строить ресторан, приготовлять всякие блюда. Целый сезон искать всякие ингредиенты для различных блюд. Искать. Выращивать свои фермы, там, деревьев, да? Как мы делали, в принципе, вот тут на начале сезона. То есть, груши, яблоки и вот это все-все-все-все-все-все-все вещи. Не вещи, а ингредиенты. Все овощи, фрукты, которые только существуют в этом моде. И также не только на деревьях, как бы и сами плантации, да? Мне кажется, это будет очень круто. И чтобы, плюс к тому, разнообразить еще сезон, то, мне кажется, можно туда даже взять и добавить троппи-крафт. Чтобы не только сидеть и кулинарить, да? А чтобы также... Так, давайте сначала сходим сюда. А чтобы также... Честь лета, да? Сейчас. Квил... Фиш. Правильно? Потому что в предыдущий раз на меня прям... Квил... Прям... Толпа... Разоренных всяких подписчиков. Точнее, злых таких всех подписчиков. Молодец, ты там, дурак. Ты неправильно написал не Квилвиш, а Квилфиш. Ну, надеюсь, сейчас я правильно написал. И даже вот сейчас Клиферий заспавнилась под землей. Это просто охренеть, ребята. Ну, да ладно. Мне кажется, действительно, ребята, еще раз возвращаемся к той теме, к новому сезону. Мне кажется, что действительно будет круто, если мы возьмем и в наш мод, где мы будем кулинарить, также возьмем и добавим еще один новый мод на Тропикрафт. То есть, не только сидеть, сидеть и что-то там варить, да? Кушать, готовить. А иногда также можно взять и просто-напросто отправиться в какой-то фантастический мир, да? Там, Тропиков. Мне кажется, это действительно будет очень круто. Я еще думал... Я еще думал над модом... Точнее, над двумя модами. То есть, первый это у нас Тинкер Констракт, да? Что можно создавать свои собственные вещи. Мне кажется, этот мод действительно очень крутой. Как думаете, ребята? Плюсик или минус поставите в комментариях. И также, еще один мод. Это у нас... Это у нас какой у нас там? Ну, в принципе, Таункрафт четвертый, да? Мне кажется, это действительно было бы очень круто, если бы мы еще добавили Таункрафт. Но, может, я еще, знаете, так посидел, подумал, может, просто-напросто Таункрафт взять и отложить еще на какой-то сезон. Если мы потом надумаем делать какой-то магический сезон, то, мне кажется, было бы круто, если бы мы взяли и Таункрафт отложили туда. Да, мне кажется, было бы намного эпичнее, потому что, тоже, знаете, брать и смешивать все моды, которые только существуют, это, ну, тоже не очень круто. О, Квиллфиш там, ребята, как раз. Круто. Так. Где он? Опа. Ну, там как раз так два Драгонайта, но ладно. Давайте вот это. Ночью тут нихрена не видно, ребята. Сейчас. А у нас вообще есть болы? У нас болов даже нет. Ребята, у нас нету болов. Что мы будем делать без болов? А, вот у нас. Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. Ребята, честно, я бы очень хотел его словить, но я его даже не вижу. Я не вижу, где он. Честное слово. Ух, нафиг. Мы еще захлебнемся. Ребята, я прям снайпер. Я рандомно взял и кинул бол и попал. Офигеть, попал Квиллфиша. Круто. У него, к сожалению, эволюции нету. Но хотя бы было бы круто, если бы он сейчас словился. Твою мать. А знаете, что вот такие покемоны, ну, не очень не хотят ловиться. Ну, ладно. Попробуем, ребят. И так, и так, и так его словить нужно. Твою мать. Ребитбол, спортбол. Будет круто, если мы его еще даже не стоим. Я так рандомным шотиком у него попал. И будет очень круто, если 12 уровень окажется какой-то невыносимым, невыносимой паскудой, которая просто-напросто не будет хотеть вообще брать и залезать в бол. Но почему-то, мне кажется, так оно и будет. Сейчас посмотрим. О, наконец-то. Ну, там был Шайни, да, ребята, не кричите. Я заметил Шайни, который был тут на острове. Но, к сожалению, мы не успели. Потому что Квиллфиш занял нормально так времени, чтобы его словить. Ладно. Алмазики. Поке-поке-хилл. Давайте еще драгунайтов поубиваем. С них и алмазики падают, которые, по сути, нам уже не нужны. Ну, и нормально так уровня. То есть, смотрите, ребята, мы сейчас можем даже... Ох, я не на того накинул. Мы сейчас, в принципе, даже сможем прокачать Дито, не используя Блисси. А вернемся домой. Вернемся, ребята, домой. И Блисси нас уже будут ждать на каких-то других покемонов. Например, кого нам еще там нужно прокачать? Еще там парочку покемонов нужно. Да, ребята, какие планы на следующую серию? На следующие серии. 121-й этот сейчас мы докачиваем, да? Докачиваем и ждем, пока яйцо у нас уже наконец-то вылупится. На 122-й мы, наверное, будем заменять всех Шайни, которые у нас есть, на обычных. То есть, обмен такой производить. 123-й, ребята, мы, наверное... Если не успеем докачать в этой и в следующей серии, то мы, наверное, просто-напросто возьмем и дальше пойдем докачивать. 124-й серии я сделаю финальную очистку музея. Последнюю из последнейших очисток музея в этом сезоне. То есть, будет объявлен победитель игры остаться в живых, да? Может, кто-то еще остался, кто комментирует до сих пор с тех людей, которые сейчас находятся в музее. Но, в принципе, мне так кажется, что есть такие, да? И будет объявлен победитель тот, кто остался со мной до конца, кто остался до конца сезона. И до конца сезона меня не подвел. Сидел и комментировал, можно сказать, каждую серию. Ну, каждую, не каждую, но хотя бы не пропускал большое количество серий, раз он остался в музее, да? Так, вылечим еще раз. Вот так. Посмотрим, посмотрим, ребята. И в 125 серии мы подведем финальные итоги этого сезона. Покажем всех покемонов, которых мы словили. Покажем весь наш город, все, что мы успели сделать. И, наверное, я себе в 125 серии выдам райквазу. Потому что, вы знаете то, что вряд ли мы ее словим. Опа. Ну, давайте еще вот этого драгонайтишка убьем. Прямо ему в задницу засандалили покебол с мьюту, который его прямо сейчас разорвет на клочья. Так, это сюда. Ну, мистер Майм. Какой мистер Майм? Мистер Майм у нас уже давным-давно прокачанный. Майнун у нас уже 27 уровень. О, давайте, ребята, я, в принципе, уже как раз хотел идти домой. Но, как я сейчас смотрю, сейчас будет утро. Мы хотя бы можем пойти и попробовать испытать удачу. Может, может, может. Кто-то, да, надумает выйти в Sunflower Plains. Но это, конечно, ребята, очень, очень, очень в это мало верится. Поэтому, ребята, знаете что? Я еще раз бы хотел вас попросить. Пожалуйста, поскидывайте мне в комментарии идейки с модами. Которые можно добавить в мой дополнительный... Можно сказать, в какой-то степени... Вот так, вот сюда. А дополнительный и, можно сказать, в какой-то степени новый сезон, да, который у нас выйдет первого числа. Точнее, первого июня. То есть, знаете, там какие-то дополнительные моды. Например, там... Армор статус, который показывает, да, там статус твоей броньки. Или, например, там, ну, на какой-то мини-мапу. Или там еще на печки, на мечи новые. О, что самое главное, ребят, я хочу, чтобы вы мне поскидывали... Сказали название мода. На какие-то данжи, да. Чтобы там были какие-то данжи, в которые мы хотя бы бы иногда ходили. И мне действительно кажется, что... Это было бы прикольно, если мы иногда ходили в какие-то данжи, да. И чтобы... Хотя бы было какое-то небольшое разнообразие. Но все же там будет трупикрафт, поэтому это уже будет какое-то небольшое разнообразие. Но мне кажется, что с данжами будет еще намного лучше. Короче, ребята, я не буду вам пудрить мозги. Просто в комментариях поскидывайте любые моды, которые вы только знаете. Которые только существуют. Которые вы считаете, что они крутые. Любые моды. Я буду очень этому рад, если вы мне поскидываете. И если среди этих модов окажется какой-то... Ну, какой-то крутой мод, который я добавлю в себе. В новый сезон. И который, в принципе... Ну, в какой-то степени можно сказать, что он мне понравится. Я буду с ним играть. И я буду очень благодарен, кто поскидывает мне какие-то крутые моды. С которыми, в принципе, офигенно играть, да. Дито. Выкладываем. Берем Корсолу. Два уровня осталось. Мистера Майма выкладываем. Берем Квилфиша. Все, ребята. Все. Больше у нас никого нету. Это уже... Это уже Шайни. Шайни, ребята, мы будем обменивать, как я сказал. Это, в принципе, сюда. Это, в принципе, сюда. Да. Все. Тут два покемона осталось. Больше, ребята, нету. Пригон сороковой. Ребята, у нас больше нету даже покемонов, которых нужно качать. Вот три покемона. Еще Клафа вылупится. И, в принципе, еще можно даже вот этих прокачать, о которых я говорил ранее. Вот тут четыре уровня Амфаросу. Шесть уровней Райчу. И тут у нас еще кто-то был, да. Еще какие-то покемоны. Вот. Черезарду еще четыре уровня. Зорарку еще три уровня. На принципе, мне кажется, что это будет очень быстро. Вот сейчас у нас есть десять Блисси. Смотрите. Мы, наверное, сможем прокачать Майнуна к сороковому, если мы его, конечно, не перекачаем. Сможем прокачать Карсоу к пятьдесятому. И это, можно сказать, уже плюс два покемона. Но очень бы хотелось, чтобы... Так. Сорок шестой. Чтобы это яичко, в которое находится Клефа, уже, наконец-то, вылупилось. Потому что, ребята, ну, нужно. Честное слово, нужно. Потому что затягивать это тоже не хочется. Это какая третья Блисси, да? Ребята, я правильно считаю? То есть, у нас еще семь осталось, да? Семь. Шесть. Это не Блисси было. Семь, шесть. Перекачали. Нет. Семь, шесть, пять. Замечательно. Ох, я боюсь, что мы перекачаем. Ну, ладно, попытка не пытка. Нет, не перекачали. Семь. Так, тут семь, шесть. Так, тут семь, шесть, пять. Четыре у нас осталось еще. Ух, нет, это не Блисси, ребята. Четыре. Три. Перекачали. Нет. Три. Ну, и сейчас давайте Квилфиша. Три. Но тут, конечно, не очень-таки большие уровни. Ну, ладно, давайте вот сюда. Два. Куча уровней, куча. Так, два. Да тут пофиг, честно, ребята. Тут уже пофиг, какие атаки изучают. Тут уже конец сезона. И до последнюю Блисси нам спавнится босс. Вот, ребята, нам охрененно повезло. То есть, последняя Блисси осталась, и нам заспанился босс. Вот это, ребята, очень круто. Это нам очень повезло, потому что 30 кусков опыта на дороге никогда не валяются. Так. Да тут уже пофиг, если честно. Ну, и в принципе, и сейчас, как всегда, уже спавнится 45 уровень. Уровень. То есть, перед этим спавнились там 35-е, там 37-е уровни, да? И сейчас, когда мы уже закончили убивать Блисси, заспавнится 48-й или какой-то уровень. Ну, ладно, то есть, ребята, смотрите. Мы прокачали Карсову, мы прокачали Майнуна. Мы уже этих двух покемонов можем прямо сейчас пойти и выложить в компьютер. Но не будем спешить. Давайте просто сейчас возьмем и докачаем, 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 докачаем нашего Квилфиша. Тут осталось 3 уровня, поэтому мне не кажется, что это будет очень долго. Плюс к тому, на нашем замечательном острове, где просто-напросто опыт сыпется. Зачем я это сказал? Пустой нафиг остров. Зачем я это сказал? Кто-то заспавнится тут вообще или нет? Или вы просто-напросто будете вот так тут пустовать? Мне кажется, что так оно и будет. О, опять вот эти нафиг невидимые стены. Вашу мать. Но все же, ребята, нам бегать нужно. Нам нужно бегать как можно больше, потому что яичко-то еще одно у нас есть. И будем стараться его треснуть как можно быстрее. Но, как вы можете сейчас заметить, просто-напросто ни черта тут нету. Не успел сказать, не успел, ребята, сказать, как заспавились и Бластойзы, и Поки, и всякие там бро, да? Так, ну, в принципе, ты нам не очень нужен, 20 уровень. Но, ладно, спасибо, что напал. Вот так. Ребят, осталось 2 уровня. То есть, и мы уже идем и выкладываем сразу двоих, как двоих, троих, ребята, покемонов. Это, если честно, очень хорошо. Три покемона мы успели прокачать за, ну, за пол серии, можно сказать. И плюс к тому мы еще докачали предыдущих покемонов. То есть, ребята, не забывайте то, что мы еще смогли докачать предыдущих там двух-трех покемонов. Так мы еще взяли и еще троих прокачали, ребята. Это достижение, это очень круто. Ну, вот, замечательно. Нужно смотреть... Это у нас там кто? Мэджикарп. Ну, Мэджикарп, Мэджикарп. Не хочу я Мэджикарпа сейчас идти вылавливать. Замечательно, ребята. Все. Мы это сделали, мы можем возвращаться с легкой душой, зная, что мы все сделали в этой серии. И это очень круто. Но я яичко, я просто смотрю, знаете, каждую секунду. Я смотрю на это яичко и прям уже жду, пока оно вылупится. Так, ладно. Ух, нафиг. Тут у нас вообще жопа в этом инвентаре. Ну, Эмфороса мы оставляем, да. Шестой бокс мы ставим Корсолу вот сюда. Ставим Квилфиша вот сюда. Круто, ребята. У нас заполненный шестой бокс. Хотя нет, не заполненный. Потому что, вот смотрите, нужно еще прочекать очень внимательно, чтобы посмотреть, никого мы пропустили кого-то или нет. Ну и Майнона. Ой, нет, сейчас Майнона вот сюда, вот сюда. Ну, Вульпикс это мы потом заменим, да, так как это можно сказать Шайни Покемон. Это сюда все. В седьмом боксе у нас уже просто-напросто Шайни Покемоны остались, которые нужно будет потом обменять, да. Сюда мы еще возьмем, давайте, Райчу, возьмем Чаризарда и возьмем Зурарка. Это докачать, ребята. Это не качать, это докачать, чтобы было круто. Ну, яичко, яичко. Будем ждать, что... О-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо, ребята, у меня прям чуйка нафиг. Я прям жопой чувствую, когда что-то сейчас, кто-то сейчас вылупится. Не успел сказать, что было бы круто, да, что вот прям нужно нам, чтобы это яичко уже наконец-то получилось. И не успел я завершить вот эту фразу, как у нас появилась Клефа. Это очень и очень и очень и очень, ребята, круто. А шапочка, шапочка вот сюда. Все, ребята, это финальные боссы. Какие боссы? Это финальные покемоны, которых нам нужно прокачать. То есть сейчас все покемоны, которые у нас находятся в команде, это финальные покемоны. Больше нам не нужно будет качать никого. Ну, прям, прям никого-никого, ребята. У нас уже больше нету покемонов. Все покемоны, которые у нас остались в компьютере... Это пофиг уже. Все покемоны, которые у нас остались в компьютере, это покемоны, которые мы будем заменять с Шайни на обычных. Точнее, с обычных на Шайни мы будем заменять, да, то есть забирать обычных и давать Шайни. Клефа была первым уровнем, а убили босса Клефа стала 24-м уровнем. Круто, ребята, ладно, давайте уже на этом заканчивать. Я очень благодарен вам за просмотр, те, кто досидели до конца. Буду очень рад, если вы поставите мне лайк, подпишитесь на мой канал и также вступите в нашу банду крутых персов. Вы, ребята, знаете, что писать в комментариях. Да, конечно же, БКП. И буду очень рад, если вы оставите свой комментарий. Я люблю, когда вы оставляете свои комментарии, не стесняйтесь, не стесняйтесь, ребята. Не надо стесняться. Я не знаю, откуда я знаю эту песню, но ладно, то есть... Оставляйте свои комментарии, я буду очень рад, если их будет очень много. Если честно, ребята, я читаю, ну прям, каждый до последнего комментарий. И я стараюсь отвечать на все комментарии, где есть адекватные вопросы или какие-то предложения. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, пишите любое, что вам придет в голову. Я буду очень рад это прочитать и ответить. Также, ребята, не забываем то, что я вас спросил в этой серии. Покидать мне идейки каких-то замечательных модов, которые я смогу добавить в свой новый дополнительный сезон. Буду тоже очень рад, если вы мне этим поможете. И накидайте свои идейки. И также, ребята, не забываем, если мы набираем 500 лайков, сразу же выходит новая серия. Если мы набираем 600-700 лайков, сразу же выходит новая серия, которая будет длиться 40 минут. То есть, буквально 1 час. Если вы хотите длинные серии, и если вы хотите, чтобы серия вышла быстрее, все, что вам нужно, это просто подписаться. Еще раз, ребята, и подписаться, и поставить лайк. Это же, конечно, обязательно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok